С 15 по 17 марта проходило голосование на выборах президента Российской Федерации. По информации избирательной комиссии ЛНР, явка на территории республики составила 87,12%. Высокую активность проявили в том числе и краснолучане. В течение трех дней они шли на избирательные участки с семьями, с друзьями, чтобы принять участие в первых в нашей истории выборах президента России и отдать свой голос за будущее страны. В 16.00 17 марта голосование на территории ЛНР завершилось. Избирательные участки закрылись, а комиссии приступили к установлению итогов. За все дни голосования поразила достаточно высокая явка на всех избирательных участках. Все формы голосования, которые были реализованы на территории ЛНР, были очень востребованы. В особенностях отразилась, наверное, в моей памяти эта явка на придомовых территориях, где стояли у нас очереди, комиссии не успевали обслуживать наших избирателей. Но при этом все ждали своего времени и с удовольствием голосовали. Хотелось бы, наверное, все-таки поблагодарить наших избирателей за активную явку, поблагодарить членов комиссии, которые помогли нам организовать, подготовиться и провести выборы на достойном уровне. Отвучу явку. Она составила у нас 87,12%. На заседании избирком ЛНР утвердил итоги выборов президента Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики. Касательно распределения голосов между кандидатами. За Дованкова Владислава Андреевича проголосовало 21 295 избирателей, процентом соотношения 1,39%. За Путина Владимира Владимировича проголосовал 1 441 947 избирателей, процентом соотношения 94,12%. За Слуцкого Леонида Эдуардовича проголосовало 32 632 избирателя. В процентном соотношении 2,13%. За Харитонова Николая Михайловича проголосовало 29 262 избирателей, процентом соотношения 1,91%. Протокол у нас подписан 23,21%. Поздравляю! С победением укол! Новости телеканала «Луч». С какого возраста можно оставлять ребенка одного дома? Это зависит от многих обстоятельств. Его возраста, самостоятельности и насколько вы ему доверяете. Главное, необходимо его к этому постепенно приучать. ГОМЧС России по ЛНР информирует. Прежде чем оставить ребенка дома одного, проведите профилактическую беседу и подготовьте его к действиям в непредвиденных ситуациях. Научите ребенка, что нельзя открывать дверь незнакомцам. Чаще рассказывайте о правилах пожарной безопасности, о том, как вести себя в случае возгорания или задымления. Ребенок должен знать имя, фамилию, свои и родителей, адрес дома и номер телефона спасателей. Не забывайте, что самым лучшим способом обучения является собственный пример. Если вы внимательны к своей безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия. МВД предупреждает. Это мошенники. Раздался звонок с неизвестного номера WhatsApp? Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram или Viber? Будьте бдительны. Это мошенники. Аферисты придумали новый способ обмана. Теперь своих жертв они ищут в мессенджерах. Однако вычислять и блокировать звонки из мессенджеров затруднительно. Этим и пользуются аферисты. Как мошенники убеждают своих жертв? Вариант первый. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. На аватарке фото человека в форме или эмблема силового ведомства. Неужели это мошенник? Никаких сомнений. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах. А фото на аватарке – подделка. Вариант второй. Голос в трубке звучит зловеще. Вы подозреваетесь в госизмене. С вашей карты поступали денежные переводы врагу. Вам грозит огромный срок с конфискацией имущества. Запомните. Это – мошенники. Их задача – напугать вас и заставить отдать круглую сумму. Сбросьте звонок и заблокируйте этот номер. Вариант третий. Звонок с портала Госуслуг. Вежливый голос уверяет. Ваш аккаунт взломан и вот-вот случится беда. На ваше имя оформят кредит, украдут все данные, зарегистрируют несколько сим-карт и используют их в преступной деятельности. Но злоумышленникам можно помешать, если сменить пароль и номер телефона на Госуслугах. А собеседник подскажет, как это сделать прямо сейчас, под его чутким руководством. Запомните. Это – мошенники. Будьте бдительны. Не доверяйте незнакомцам. Не становитесь легкой жертвой аферистов. МВД предупреждает. Это – мошенники. МВД. 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 Продолжение следует...